Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Не перестаю удивляться вашей добротой, вашей отзывчивостью. То, что вы у меня такие... Дай Бог вам здоровья. Вот первую минуту хочу вот это сказать. Дай Бог вам здоровья, чтобы у вас всегда была только улыбка. И вот вам по жизни попадались такие же люди, как и вы, добрые, отзывчивые. Вы у меня такие умные, остроумные. Вот, честное слово, вот каждый этот, который я читаю, меня просто вдохновляет идти вперед, не падать духом. Вот я выпустила этот ролик насчет моего племянника, девчонки. Все же какие дети неблагодарны. Муж обиделся на сына, и вот вы мне пишите, девчонки. Вот, честное слово, почему мне от кофе спать хочется. А ребята, кто-нибудь знает, первый раз такое слышу, вот честное слово. Я вот кофе себе наливаю, видите, да, вот. Может быть ты, потому что вот это первый раз. У меня такой бывает, что я перепью кофе, уже такое не делаю. Да, сейчас же без кофе напью, спать не могу. Это Зельфинар мне пишет. Амина мне пишет. Привет из Казахстана. Хочу поздравить вас с праздником, наурус. Крепкого вам всем здоровья, успехов. Смотрю вас постоянно. Жду ваших видео постоянно. Вы мне очень нравитесь. Добрая и правильная умница. Амина. Вас всех, у нас азербайджанцы только исправляли. Вот, ну, рус, да, вот это, да. Всех азербайджанцев я тоже поздравляю. Какой добрый муж. С собачкой, с собачкой, делится печеньем. Только, конечно, ей такое кушать нельзя. Совсем, совсем, нельзя. Совсем, всем хорошего настроения. Ирина, огромное тебе спасибо. Сердечко тебе ставлю. На другое видео у меня одна, Карина, пишет. Наталья, скажите, а почему детей в столовой не кормят? Во Франции очень хорошо кормят и первое, и второе, и десерт. Или просто вы не хотите сами ставить и кушать? Здесь, если ты обязательно в обед, ты должна, в 12 часов, они все выходят, ты должна обязательно что-то им поставить кушать. Нету у меня здесь столовая. Есть, наверное, школа, которая есть, но я не встречала. Да, вот здесь в Испании нету. Есть такое, что ты, например, не можешь своего ребенка забрать, у тебя есть продленка. Собираешь 5 часов. Тогда 2 часа дня им дают кушать. И первое, и второе, как садиков, да? Но за это ты определенно платишь. Но я же ее в 2 часа забираю, она там не остается до 5 часов. А до 5 часов это как продленка, да? Вот ты там ребенка оставляешь, потому что ты работаешь, и у тебя некого за ней посмотреть. Анжела мне пишет. Наталья, ты молодец. Спасибо. Елена, добрый день, Наталья. Подписалась на вас, смотрю с удовольствием. Как у вас красиво. Весна. У нас еще в Оренбурге снег лежит, но уже каждым днем меньше. Тоже скоро все зеленеет. Лето у нас тоже очень жаркое. Моя дочь, вторая, два раза была в Испании. Нет, моя дочь два раза была в Испании. Ей очень понравилось. Мне очень приятно. Мне очень приятно, что вы со мной. И огромное, огромное спасибо за поддержку. Заметили, как я лучше стала читать? Я же заикалась, я же не могла читать. А вот сейчас, вы правы, я в шоке. Ну да, там, за счет этого. Привет, ролик супер. Иси, ты давно мне уже не писала. Я думала, куда ты пропала? У меня многие, вот имя, имя тоже пропало. Сегодня увидела, так обрадовалась. Так смешно про макароны. У меня есть один ролик, и мне Олеся пишет. Вот видите, девчата, вот смотрите. Я вот так захожу, вот так захожу. И у меня, вот видите, это вот первые ролики, да, потом второй, третий. Я стараюсь на все ответить комментарии, девчата. Видите, потом обратно другой ролик идет. Это в творческом студии. Потом еще старый ролик, видите, тоже хочу ответить. Потом еще этот ролик. И иногда бывает так, девчата, да. Мы не любим. Так, мне пишет. Мы не любим. Нужно было нести тяжелый ковер на речку. Мылить ведрами, заливать из реки. А потом еще тяжелее домой нести. А щетки были без ручек. Да, ползком по мокрому ковру. А потом сами в реке купались. Правда, мылом хозяйственном мыли. Мы тоже. Потому что река рядом. Нельзя порошок. Как ты права? Как ты права? Мы тоже так мыли. Мы тоже так мыли. Мыли, но не на речке. Мы тоже хозяйственном мылом мыли на корточках, девчонки. Еще вот эти щетки, которые... Откуда нам с этой палкой? Ребята, вот сейчас я вам расскажу за щетку. У нас в Махачкале, где я жила в нашем доме. Короче, вам спасибо за комментарии. Если кому-то не ответила, я по тысячу комментариев в день отвечаю. А мне еще кушать надо сделать. Ролик надо запилить. Стиралку надо поставить. Да еще у меня там глажка. Там, наверное, до потолка дойдет. Никак не доходит. Завтра дойдут. Мне надо дочке уроки проверить. Мне надо еще мужу кучу-кучу сделать. Короче, мне все надо. И, понимаете, я все прекрасно понимаю. Но я всем хочу сказать огромное вам спасибо за ваши комментарии. За то я читаю. Даже в ванную иду, купаюсь, девчата. Вот так ставлю, начинаю голову мыть. Вот сегодня голову мыла пальцем. Потому что у меня можно мокрыми руками. И читаю комментарии. Читаю. Но я не отвечаю, но читаю комментарии. Улыбаюсь, сама собой разговариваю. Вы мне делаете очень хорошее. Для меня. Да? Вот. По крайней мере, мне это приятно. Я это ценю. Ребята, не думайте, что я это не вижу. Я вам очень благодарна. Большое вам спасибо. Девчонки, знаете, за ковер. Вот я читала туда-сюда, короче, я вспомнила. У нас в Махачкале у моей мамы в зале была мебель. И там мебель столько было этого хрусталя. Девчата, это просто было что-то. Полная хрусталь. Вот здесь, там балкон. Тут этот диван. Большой стол. И вот так ковер. Здоровый ковер до конца. И там телевизор. Так, этот ковер. Пылесос сломался. Но у нас всегда был пылесос, но пылесос сломался. И вот этот ковер, вот этой щеткой, которая без ручки. Надо было вот так потихоньку на корточках. Вот так. Веник нельзя было, потому что пыль поднимала, мама говорила. Мы мечтали о венике. Вот обычный веник есть, мы мечтали о нем. Теперь, один день мне мама говорит. Если вот сейчас зал уберешь, быстренько, она кушать делала. Зал уберешь быстренько, мы пойдем. Там у нас двоюродная, мамина двоюродная сестра. Вот у них дети, дочка была, моя ровесница. Мне нравилось туда ходить. Ну, не знаю даже почему. Хоть там не очень так. Но так как мама туда ходила, и вот это все, я была привычная. И мама говорит, мы к ним в гости пойдем. У них свой двор, все. К ним в гости пойдем. Ну, вот я ходила. Но там она, правда, нас не заставляла не убирать, ничего. Так как у нее столько сестр было, да. Но мы все, знаете, вот в магазин сбегаем там. Ну, мне интересно было. Потому что у них был маленький огородик. И там у них зелень продавалась. Продавалась, говорю, росла петрушка, кинза там, редиска. И это все. И ее мама собирала, вот эти пучками делала. И нас отправляла продавать. И это для меня было как игра. А моей родственнице было стыдно. Потому что ее там одноклассники проходили все. Видели ее, что она продает. Она стеснялась. А я игра мне стеснялась. Я садилась, я еще шалашку делала, девчата. Я могла взять, несколько, по чуть-чуть, по чуть-чуть убрать. И сделать еще один пучок. И 20 копеки-то там мы могли там семечки купить. Ну, мало, конечно. Но все равно какая-то копейка нам попадалась. Я такая думаю, о, сейчас пойдем там, может быть, это будет играть. Короче, буду, играться буду. Давай, быстренько уберу. Я взяла этой щеткой, намочила чуть-чуть. Вот так сушила ее. Вытирла, вытирла. Быстро, быстро. И, видать, я так хорошо убрала его. Этот зал. Мама такая, я говорю, мама, я уже сделала. И мама такая в зал приходит, а я все хрустали подняла, вытерла пыль, все. Телевизор там, знаете, там много вещей не было. И мама такая приходит, но я была чуть-чуть меньше, чем Кайтана. Я уже все делала, девчата, вы что? Все. И мама так посмотрела. И говорит, вау. А у нас был ковер, палас. Ребята, противнейший. Знаете, вот с такими штучками. И они высокие были. Вот где-то миллиметров два. И если туда что-то войдет, это было только надо было руками. Это даже веник не убирал. Но когда ты на коленках вот так подметаешь, что-то видишь. Вот так рукой берешь. Раз рукой щеткой. Раз рукой щеткой. Раз рукой. Вот так все это вот здесь. Вот так щеткой, щеткой, щеткой. И, короче, я потом его вот так сделала. Там снизу вот так протерла. Отпустила ковер. С этой стороны вот так свернула. Протерла, отпустила ковер. И мама такая заходит под диван, смотрит. туда смотри мне говорит с этого дня зал ты будешь делать сколько раз девчата я подумала зачем это хорошо это убрала потому что этот палац всегда был на мне чуть что сразу гуля побить и палас ему почему я надо как ты никто этого не делал давай бегу и вот сейчас мне кайтана вчера говорит один говорит ролик видели на как она камни совала такая была недовольная девочки потому что но она не привыкла такой физический труд для нее это был физический труд я говорю как я вами тоже не как я вами горю горжусь какие вы молодцы я кайтана такая горю и когда уже мире ушла и куты вообще у меня умница ты у меня вообще умница не знаю что бы я делала без тебя ты знаешь у тети же это после операции ей так нагинаться нельзя если бы не ты эти камни там протухли бы наверно и стояла ты видела что он такой да да девочки теперь она у меня летает чуть-чуть что подходит такая чего-нибудь помочь я говорю давай что чем такое легкое говорю вот это сделать узел теперь она у меня все хочет делать девочки после этих камней вам видеть как они спали они никогда же ничего такого физического не делали они устали она уже и полы хочет мы девочки она уже и это хочет делать это делать короче довольная это вообще вот как ребенку мало надо сегодня чуть-чуть такая знаете девчонки раскисла короче моя как сказать правильно мы сегодня общались мы сегодня общались с моей родственницей и она едет в турцию отдыхать вот сейчас на днях в мае ну на днях в мае короче едет она в турции отдыхать я и говорю слушай приезжай ко мне она такая ой я такая тяжелая на подъем мне это зачем надо туда так это далеко я ей говорю я тебе билеты оплачу приезжай ко мне она такая да причем здесь билеты не не хочу не хочу теперь я так расстроилась начала плакать я говорю вот какая что моя родственница я тебе билеты говорю что оплачу она такая ну приезжай к с давай поедем вместе турцию мне говорит не буду ты же в мае едешь у меня же ребенок на учебу она говорит но оставь не на недельку дочку что-то не можешь оставить я говорю я не могу на кого мне оставить на мужа нет нет я должна с ней быть или она со мной или нет я не оставляю ребенка короче спорили спорили его но если ты мне она такая ой ну мне это радость не дает вот я только туда еду потому что у меня дела в турция же не просто так еду в турцию я и говорю она там на две недели нет я и говорю а у нее есть возможность понимаете у нее есть возможность и приехать и я его ну слушай у тебя же напрямую есть суда в мадрид ты пролетаешь мадрид я иду со своим мужем тебя забираю привожу к нам домой не хочешь быть со мной на квартире я буду к тебе приходить или ты дома я буду на квартире разницы нету если ты будешь со мной еще лучше но хоть на пару дня такая вот зачем тебе это надо может с тобой и так по васапу можем видеться видео звонок делать туда что если ты хочешь какие проблемы егор какая-то эгоистка короче обиделась на нее расплакалась вот мне больше обещали были мама обещала приехать не приехала и бабушка говорила что приедет не приехала никто ко мне не приехал и ты приезжать ко мне не будешь так расплакал и чоке начала рыдать вот такие у меня вокруг меня все эгоисты вы меня вообще не любить откуда для чего тебе это надо я буду доходь бы родственникам свои мужа показала бы что ну вот что я не брошенная что ко мне кто-то приехал на однако ты ради них что ли это я бы я горну ради меня сделай да ну приезжай это же ради меня она должна понимать что мы все одинокие мы все равно одним проходим одни уходим очень начал кругом я мести короче не хочет девочки них никак не могла заставить своих родных кого-то из родных на вот меня навестить так интересно правда ты горь приезжай со мной я говорю но если бы ты летом ехала я бы поехала бы говорю мы с тобой бы увиделись бы там хоть в турции да я говорю поехала в но ты пойми ты же не едешь говорю сейчас ты же не едешь летом как у моего ребенка в школу я не могу и бросить школу на неделю-две мне же говорю во первых говорю будут спрашивать говорю почему какая причина это же серьезно это же не просто ты вот так взял и сказал давай до свидания тоже нельзя это же все-таки ответственность у меня же ребенок девочки я не могу ее оставить ни на кого ни на кого ни на брата ни на не на не на отца не оставлю не на не на ребенок спит где я я не оставляю вы знаете вот какой-то вот мой муж это мой муж все равно он мужчина девочки она уже в таком возрасте который нет а не дай бог вот вот знаете вот не знаю как вам объяснить чтобы вот не подумала и какие у тебя черные мысли да они у меня есть у меня постоянно есть что вдруг мою дочку кто-то там не дай бог понимаете девчата поэтому я ее не отпускаю поэтому я вот так пока она сама на ноге вот пока она я же не увижу те же дети такие ушлые которые могут за себя она не может за себя постоять я боюсь понимаете чтобы у моего ребенка никогда не было достаточно травм у моей дочки есть понимаете я не доверяю никому никому я и с братом ее не оставляю думайте что хотите пишите что хотите вот это мое внутреннее понимаете могу сказать какая-то развратная какая-то я столько случая услышала столько случая по телевизору увидела столько случаи по тубу слышу да нет потом дети боятся сказать я с ним постоянно на эту тему у тебя учитель физрук мужчина у тебя учитель поэтому ты смотри если мало ли что хоть вот так тебя там просто коснется просто тронь вот это никто не имеет права тронуть вот это никто не имеет права тронуть ты смотри будь аккуратно если что тете говоря всегда тебе поверю я всегда буду на твоей стороне даже если ты не не права, я один на один тебя поругаю, но ни перед кем никогда я тебя не унижу, не поругаю. Ты меня понимаешь? Я вот это ей объясняю. Вроде бы она понимает, девчата. Как ваше мнение? Как вы думаете? Я боюсь, что моей дочке сделают травму. Я боюсь, потому что девчата, я же вам говорю, у нас сосед был на третьем этаже. Он на балкон выходил без трусов. Вот мы белье вешали там, или ковер, он как будто ждал, он как будто... И он нам говорит, э-э-э, а-а-а, и нам свои вещи показывал, колокола нам свои показывал. Мы вот такие, какая-то нам были. Мы тряслись, мы так боялись. Мы это маме не говорили. Вот, а почему не говорили? Потому что боялись, не было доверия, девочки. Боялись мы ей это рассказать. Потому что нас как воспитали? Если что-то не так, мы виноваты. Если соседка поругает нас, мы виноваты. Никогда меня мама не спрашивала, а почему это случилось? А ну сядь, расскажи, а в чем было дело? Почему ты ей вот так ответила? Вы что? У нас были такие соседи, которые могли подойти и ударить тебя, могли соседи. И вот мы маме это не могли сказать. Мы и ей боялись ответить, потому что это же взрослая женщина. Мать узнает, еще добьет тебя. Понимаете, какой-то вот не было этого доверия. Не было как мама, как подруга, которая, ну, в моем окружении не я единственная. Это не только вы, не думайте только что у меня. В автобусы, когда мы залазили, девчонки, с девчатами, дук-дук-дук-дук залезем, сколько раз было, что я чувствовала, что мне там грудь потрогали, попу там не потрогали. Я поворачивалась и вот так отходила вот это все. Почему в этот момент я не могла сказать, эй, ты что там, охренел что ли? Потому что не боялась, что на меня навалит, что я сама виновата, что я, значит, вот это одела, чтобы вот, ну, понимаете, о чем я говорю? Как бы девушка ни шла, какую бы она одежду ни одела, хоть у нее все там видно, хоть у нее все прозрачно, никто не имеет права к ней прикоснуться, если она не дает согласия. Если женщина пьяная, валяется на пол, никто не имеет права ее трогать. Нет на это права ни у кого. Понимаете? Это мое мнение. Это мое мнение. Личное. За такие... Вот он, а у нас же еще женщины... Главное, знаете, что, девчата, да, вот, я вам говорю, главное, знаете, их же еще оправдывают. Она себя так вела, она себя... Как бы она ни вела, кто бы она ни была, даже если она занимается проституцией, не имеет права ее никто изнасиловать, насильно ее тронуть. Не имеет права. Никто это право не дает тебе. Это мое мнение, девчата. Это... С одной... Это на какую тему я вышла. Понимаете? Вот, вот, еще я вам хочу сказать. И я вот это... Поэтому я дочку вожу в школу. Редко мой муж водит, но чаще я. Привожу со школы, сразу на ее лицо смотрю, я по лицу ее знаю, как она, что она. Кто им тебя обидел, кто им тронул тебя там. Но не в том смысле, что я ее прям вот это об этом нет. Вообще, как твои дела? Как у тебя? Как и школа прошла? Иди сюда, я по тебе так соскучилась, я по тебе скучаю, обнимаю ее всегда, девочки. Сейчас возле школы не дают это делать уже. Уже мы с ней договорились. Кто меня понял, тот меня понял. Кто меня не понял, девчата, это ваши проблемы. У меня, видать, внутри эти страхи есть. И то, что я вот эти страхи прошла, не хочу, чтобы моя дочь прошла. Вот так. Ладно, все, прощаюсь, целую, переодеваюсь, иду за своей дочкой. иду за своей дочкой. Субтитры сделал DimaTorzok